Здравствуйте, ребята! На связи Богдан Чагин, преподаватель химии в онлайн-школе Умскул. И здесь мне хочется разобрать задание под номером 34 из демо ЕГЭ 2025. ЕГЭ претерпела изменения, не такие существенные, конечно, как на русском языке, но требующие своего внимания. И в этом году, вот прям в демо-версии, нам дали понять, что в 34-й задаче могут быть малярные концентрации. Ну, соответственно, нам нужно с вами уметь проводить с этим расчеты. Сразу скажу, что не сильно, не шибко сложно эти расчеты проводятся, поэтому предлагаю решить вместе задание, ну и как бы в целях анализа взять задание из этой самой демо-версии, поскольку это единственный пример такого задания формата реального ЕГЭ с этими самыми концентрациями. Читаем условия. Смесь сульфидов, цинка и железа 2 растворили в избытке соляной кислоты, получив раствор, в котором массовая доля соли цинка в 3,21 раза больше массовой доли второй соли. Выделившийся при растворении газ прореагировал в серно-кислотной среде точно со 100 миллилитрами раствора перманганата калия, концентрация которого 16 сотых моль на литр. Рассчитайте массовую долю сульфида цинка в исходной смеси сульфидов металлов. Ага, пока читали условия задания, уже забыли первую часть этого самого условия. Чтобы такого не было, в первую очередь мы всегда рисуем саму задачу. Вначале у нас была смесь сульфидов, то есть вот давайте вот такую горочку нарисую, и у нас была смесь сульфидов цинка, значит цинк С и сульфида железа 2, феррум С. Что с этой горочкой произошло? Ее растворили в избытке соляной кислоты, то есть плюс вот избыток соляной кислоты, значит прям избыток. Избыток говорит о том, что наши вещества должны полностью раствориться. И что произошло, что мы получили по итогу? Давайте смотреть. Значит давайте напишем реакции. Первая реакция это сульфид цинка с соляной кислотой, это реакция ионного обмена, соль плюс кислота, мы получаем новую соль и новую кислоту. То есть это у нас осадок, но осадок растворимый в кислотах, поэтому мы получаем новую соль, хлорид цинка и новую кислоту. В данном случае сероводород, который выделяется в виде газа. Аналогично себя ведет и сульфид железа. Поэтому у нас полностью растворилась вся смесь. Пишу феррум хлор-2 плюс H2S. H2S выделяется в виде газа. Ну и чтобы точно все было хорошо, мы поставим коэффициенты. Здесь не хватает двоечек у H-хлор. Ну и что у нас получается? Получается у нас газ, который выделился, он улетел, а в растворе у нас теперь две соли. Хлорид железа-2 и хлорид цинка. Вот. И что нам известно про этот раствор? Получив раствор, в котором массовая доля соли цинка в 3,21 раза больше массовой доли второй соли. То есть давайте вот этот момент раскрывать. О нем немногие знают, хочется кое-что интересное показать. То есть смотрите, массовая доля соли цинка, массовая доля соли цинка, то есть это цинк хлор-2, получается в 3,21 раз больше, чем массовая доля соли железа. Ну то есть второй соли. То есть у нас получается какое-то вот такое утверждение. Оно у нас дано по условию задания. И как нам это поможет? Смотрите, когда вы видите вот такие вот массовые доли, их нужно немножечко преобразовывать, когда у вас вот сравниваются вот эти массовые доли. Не зря нарисал рисунок. Смотрите, что такое массовая доля? Массовая доля это масса вещества на массу раствора. Ну вот просто напишем масса раствора. Какой раствор здесь мы имеем в виду? Ну вот в тот, в котором плавают две соли. Хорошо, давайте теперь другую массовую долю также перепишем. Что такое массовая доля хлорида железа-2? Это масса хлорида железа-2 на массу раствора. На массу раствора. Какого раствора? Того же самого. То есть получается, что у нас и слева, и справа в знаменателе есть масса раствора. Чтобы это было более очевидно, давайте я перепишу вот так. Масса цинк-хлор-2 на массу раствора. Что это такое? Это вот 3,21 на массу хлорида железа. Феррум-хлор-2, надеюсь, вам видно. На массу раствора. То есть видите, мы обе части по факту делим на эту массу раствора. Мы можем от этого избавиться, просто написав вот так. Масса хлорида цинка в 3,21 раз больше массы хлорида железа. То есть вот, что здесь имеется в виду. Не обязательно на самом ЕГЭ прям вот эту вещь выводить. Вы можете написать, так как вот эта массовая доля во столько-то раз больше, то и сразу перейти к массе. И вы в любом случае вал за это не потеряете. Но по факту, вот математический вывод такого выражения, оно такое. То есть смотрите, когда говорят про массовые доли, насколько они друг от друга отличаются. Массовая доля это всегда вещество на раствор. Раствор всегда один и тот же, следовательно, различие кроется именно вот в этих вот массах. И мы это и показали. То есть вот у нас как раз масса одного во столько-то раз больше. То есть массовыми долями и через массовые доли вот так вот анализировать задание было бы сложнее. Ну мы взяли вот так вот записали. Теперь более простая формулировка, что в растворе масса одной соли больше, чем другой. Мы знаем во сколько раз. Зачем-то это будем использовать. Дальше. Выделившийся при растворении газ, у нас в обоих случаях, давайте я прям выделю. Выделился сероводород, прореагировал в серно-кислотной среде точно со 100 мл раствора перманганата калия, концентрация которого 16 сотых моль на литр. Значит давайте напишем эту реакцию. Сероводород окислился марганцовкой. Значит H2S плюс калий марганец О4 плюс серная кислота. Что у нас получается? Обычно при таких условиях сероводород окисляется до простого вещества серы. Марганец в кислотной среде окисляется до соли марганца 2, то есть марганец СО4 образуется, серно-кислотная среда, поэтому соль серной кислоты. Плюс калий надо куда-то деть, это сульфат калия образуется и еще молекулы воды. Вот с вашего позволения я без электронного баланса обойдусь, сразу скажу, какие здесь коэффициенты, чтобы двигать дальше. У нас получится соотношение 5 к 2 у окислителя и восстановителя, здесь 5, здесь 2, здесь тогда получается 1, здесь получается 3 и у нас еще будет 8 молекул воды. Все, то есть мы все реакции написали, коэффициенты им расставили, это уже 1 балл за задачу, то есть один из четырех мы получили. Ага, то есть вот как раз вот этот вот газ, он дальше там пошел реагировать с точным количеством. Давайте теперь смотреть. Нам нужно рассчитать массовую долю сульфида цинка в исходной смези сульфидов металлов. Что мы делаем дальше? Когда мы написали уравнение реакции, когда в целом там по рисунку нам понятно, что происходит, ну давайте вот здесь вот дорисую, плюс 100 миллилитров вот такого раствора перманганата калия. То есть прореагировал, и там что-то образовалось. То есть прореагировал точно. Когда нам говорят, что прореагировал точно, это значит полностью без остатка, все друг с другом прореагировали. Как бы не было ни извытков, ни недостатков. Все, дальше, когда мы это все в рисунок уместили, уравнение написали, мы внимательно читаем условия. Рассчитайте массовую долю сульфида цинка в исходной смези сульфидов металлов. Каков вопрос задачи? Вопрос задачи такой. Массовая доля сульфида цинка. Что это такое? Это получается масса компонента на массу всей смеси. Смесь у нас из чего состоит? Из вот этих двух сульфидов. То есть нам, по сути, надо найти массы вот этих вот двух сульфидов. А как они связаны с тем, что у нас есть? Во-первых, давайте разворачивать данную цепочку. Нам что-то известно про массы солей, во сколько они раз больше друг относительно друга. Ну, одна соль больше, чем другая. А это как раз по уравнению реакции количество сульфидов. То есть у нас полностью же сульфиды растворились, перешли в хлориды. То есть у нас не осталось вот этих реагентов. С другой стороны, у нас есть сероводород, а сероводород взаимодействовал с марганцовкой. И мы знаем точное количество вот этой марганцовки, с которым прореагировал сероводород. То есть, по сути, зная количество марганцовки, мы узнаем количество сероводорода, которое выделилось в двух реакциях. И по итогу мы будем знать, сколько у нас всего сероводорода выделилось, во сколько раз больше одна соль, чем другая, и мы придем к вот этому количеству сульфидов. То есть, чтобы знать вот эти вот массы, нам надо знать их количество. Это мы найдем по уравнению. И все, что нам известно, это вот здесь. А теперь давайте разворачивать этот момент. Из чего попроще. У нас есть точная концентрация раствора перманганата калия и объем. Как работать с концентрацией? На самом деле проще, чем вы думаете. И вот это вот введение концентрации, оно даже проще, чем работа с массой раствора, массовой долей, потому что там потребуется больше действий. Смотрим. Чтобы найти количество, зная концентрацию, мы просто концентрацию вещества умножаем на объем раствора вот этой самой марганцовки. Все. То есть, мы умножаем концентрацию на объем. Что у нас выходит? 16 сотых моль на литр. Вот здесь вот специально напишу размерность. Мы умножаем на сколько? На 100 миллилитров. И здесь, обратите внимание, умножать моль на литр на 100 миллилитров было бы ошибкой. То есть, у нас должно согласовываться все. Если здесь моль на литр, то здесь должен быть литр. Поэтому я перепишу это как 1 десятая литра. Где-то еще в чистовике показывать, как вы перевели миллилитры в литр, не нужно. Все. Считаем. Получаем, что это 16 сотых. 16 тысячных даже моль. И мы можем внести это в уравнение. То есть, вот у нас 16 тысячных моль вступила в реакцию. Зная вот это, мы можем найти, сколько у нас сероводорода взаимодействовало. И теперь давайте посмотрим. По коэффициентам у нас соотношение сероводорода к перманганату 5 к 2. Либо по другому 2,5 к 1. Ну, если я все на 2 поделю. То есть, получается, что сероводород в 2,5 раза больше прореагировало, чем марганцовки. Я могу так и сказать, что количество сероводорода по молям в 2,5 раз больше, чем количество марганцовки. Потому что такое соотношение у нас по коэффициентам в уравнении. Я так и пишу. Ну, значит, это 2,5 на 16 тысячных. И это получается равно 4 сотые. 4 сотые моль. Великолепно. То есть, вот у нас 4 сотые. И я знаю, что вот эти вот 4 сотые, они все образовались после растворения нашей смеси сульфидов. То есть, после смеси сульфидов, что мы имеем? У нас выделился газ общим количеством 4 сотые моль. И у нас какое-то соотношение между солями возникло. И как раз количество сероводорода у нас зависит от количества сульфидов. И вот это соотношение наших солей, оно зависит от количества сульфидов. Поскольку нам нужно найти это количество сульфидов, я предлагаю выразить за x количество сульфида цинка, а за y количество сульфида железа 2. Поэтому мы так и запишем. Пусть количество нашего сульфида цинка. И здесь сразу можно сказать, посмотрите, по уравнению реакции у нас коэффициенты у сульфида цинка, у хлорида цинка, у сероводорода одинаковые. То есть, на один сульфид приходится один хлорид, на один сульфид приходится один сероводород. То есть, все у нас в соотношении один к одному. То есть, количество сульфида цинка будет равно количеству хлорида цинка и количеству сероводорода по первой реакции. Так и запишем. Сразу мы можем так сказать, что количество сульфида цинка равно количеству хлорида цинка, равно количеству сероводорода по первой реакции. И это у нас равно х моль. Пока в буквах, но мы потом это дело исправим. Правда. Понимаю, что мы не любим буквы в математике, но что с этим поделать? Пусть вот это равно х, а то же самое просто перепишем. Количество сульфида железа 2 равно количеству хлорида железа 2, равно количеству сероводорода, который по второй реакции выделился. И это у нас у моль. И что мы можем сказать? Во-первых, если вот это у нас все равно, то получается, в первой реакции выделилось х сероводорода, во второй реакции у сероводорода. Значит, х плюс у вместе сколько выделилось? Мы знаем. 4 сотых моль. Мы это узнали из третьего уравнения. Я могу сразу же первое уравнение в систему записать, что количество сероводорода так-то. Это вообще-то х плюс у, и это 4 сотые моль. И вот я возьму красный маркер и выделю прям первое уравнение в нашу систему. Оно у нас будет задействовано. Эй, куда слайд убежал? Ты что? Не надо. Не надо так далеко убегать. Что мы можем дальше сделать? Смотрите, у нас есть вот это вот соотношение. Ну все, у меня теперь слайды потерялись. Масса хлорида цинка во столько-то раз больше, чем масса хлорида железа. Я могу прям найти в буквах массу хлорида цинка, массу хлорида железа и подставить. Давайте вот в буквах и найдем. Масса цинк хлор 2, масса феррум хлор 2. Итак, значит, это у нас количество на малярную массу. И во втором случае мы также напишем, что это количество феррум хлор 2 на малярную массу. Вот этого хлорида железа 2. Ну и теперь давайте посмотрим. У нас какая история? Количество мы уже выразили там за х, за у, то есть это х, здесь у нас будет у. И дальше умножаем на малярные массы. У хлорида цинка, сразу скажу, малярная масса 136, у хлорида железа 2 127. Вот так. Ну и получается, что масса одного вещества это 136х граммов. У другого вещества 127у граммов. И поскольку мы знаем про вот это соотношение, где оно, вот оно вот это, мы его перепишем. То есть вместо массы хлорида цинка мы что запишем? Так, давайте я вот так вот сделаю. Перенесусь на другой слайд. Вместо массы хлорида цинка я так и напишу 136х равно 3,21 на 127у. И второе уравнение как раз у нас в системе было какое? х плюс у равно 4 сотые. Все у нас уравнение, система даже уравнений составлена. Сейчас мы найдем эти х и у и уже скоро решим задачу. То есть давайте посмотрим, что тут. Я предлагаю вот с этим уравнением поработать. То есть 3,21 умножить на 127. Значит 3,21 умножить на 127. Получается 136х равно 407,67у. Еще немножечко повыражаем. Я хочу поделить все вот это на 136, чтобы найти х. То есть х равен 407,67у на 136. Ну и уже давайте до конца доведем это дело. Х равен чему? Делю на 136. Посмотрите, получается 2,999. Это практически 3. То есть я могу сказать, что х равно 3у. И теперь у нас новая система. х равно 3у и х плюс у равно 4 сотые. Уже вот так работать намного проще. Мы можем просто вместо х подставить 3у и решать. То есть давайте теперь вот это подставим во второе уравнение. Скажем, что 3у плюс у равно 4 сотые. Или по-другому, 3у плюс у это 4у. 4у равно 4 сотые. Ну и тут логично, что у равно 1 сотые. И теперь вспоминаем, что х так-то у нас равен 3у. Значит х равен 3у. И то есть он равен уже 3 сотым. Мы нашли х и у. Дальше остается вспомнить, что за что мы выражали. Значит мы говорили, что сульфид железа. Нет, давайте с сульфида цинка начну. Сульфид цинка это у нас был х. То есть это у нас 3 сотые моль. А количество хлорида железа. Это же хлорида железа, сульфида железа, сероводорода по второй реакции. Это у нас у. То есть это у нас 1 сотая моль. Теперь смотрите. Возвращаясь к условию. Мы помним, что нам необходимо, прям дико необходимо, найти было количество сульфида цинка и количество сульфида железа. То есть теперь мы найдем массы наших осадков, ну не осадков вообще, наших сульфидов в смеси. И найдем массовую долю сульфида цинка. Бегом решать. Значит количество мы знаем. Теперь у нас масса сульфида цинка это то же самое количество на малярную массу. Здесь уже буду немножечко краток. Значит мы просто количество сульфида умножаем на малярную массу сульфида. То есть здесь у нас было 3 сотые. Здесь у нас 1 сотая. Теперь умножаем на малярные массы. Малярная масса сульфида железа равна 88. А у цинка 97. Сульфида цинка 97 граммов на моль. Вот и путем небольших расчетов 97 на 0,03 это 2,91 граммов. Вот. А тут получается 0,88 граммов. Ну и все. Теперь мы можем найти массовую долю. Значит массовая доля сульфида цинка это масса сульфида цинка. То есть вот она как раз наша конечная формула, то к чему мы стремились. Теперь для расчета мы знаем все. Масса вещества на массу смеси. Смесь состоит из двух веществ. Все. Значит мы теперь это можем подставить. 2,91. На что? Внизу тоже 2,91 плюс 0,88. Сульфид цинка, сульфид железа 2. 2,91 плюс 0,88. Получается 2,91 на 3,79. Вот это сложил, получил 3,79. Теперь одно на другое делю. Что у нас получается? Вот такое число. Некрасивое. 76781. Это нам дали. Мы посчитали с вами массовую долю в долях. Как вы видите мы нигде не умножали на 100%. Мы можем это сделать сразу сейчас. Как только получили итоговый ответ. То есть написать вот это в долях и рядышком написать. Или 7678%. Ну то есть можно даже округлить например до десятых. 76,8 например можно было оставить. Либо прям вот уже быть точным 76,781. Тут уже кому как комфортнее. Обычно в таких ответах я рекомендую оставлять 2 знака после запятой в массовых долях. То есть если в процентах, то 2 знака после запятой. Если это именно в долях, то есть безразмерная величина, то 4 знака. Когда мы считаем какие-то доли. Доли всегда от нуля до единицы. Проценты от нуля до 100%. Не забываем. Чтобы просто везде не пихать вот это умножить на 100%. Я обычно своим ученикам даю формулу для расчета в долях. И уже потом в конце мы просто переводим в проценты, чтобы было красивее. На этом все. Спасибо всем, кто посмотрел этот разбор. Надеюсь, что развеялись сомнения насчет этой задачи. Решайте. Как можно больше 34 задач, как можно больше второй части. Особенно это совет тем, кто хочет именно высокие баллы. Потому что в 34 задачи мы можем забрать все 4 балла. Первый балл мы за уравнение. За все уравнения получили. Второй балл мы получили за то, что использовали все, что в дано. То есть в момент, когда мы вот это посчитали. Количество перманганата. И когда мы использовали в своих расчетах вот это 3,21 раз больше. Это второй балл. Третий балл за все наши расчеты по уравнению реакции. Хотя как таковых расчетов их здесь не было. То есть вот этот вот расчет. Плюс конкретно то, что мы обобщили все количество в двух реакциях в записи на x и y. Третий балл и четвертый балл. Конечный ответ. Мы дошли до конечного ответа. Все, друзья. Всем спасибо за просмотр данного разбора. На связь был ваш преподаватель химии Богдан Чагин. Встретимся в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok